Меньше недели остается до открытия зимней Олимпиады. В Сочи идут последние приготовления к встрече участников игр. Сами же спортсмены заканчивают тренировки. Этой зимой они проходили негладко. Многие сборные столкнулись с нетипичной для зимы проблемой – нехваткой снега. Андрей Чернышков узнавал, в каких условиях к Олимпиаде готовились наши спортсмены. Подготовка к Олимпийским играм – трудоемкий и очень ответственный процесс. Планы тренировочных сборов и места их проведения тренеры расписывают еще с лета. Нужно учесть сотни нюансов, но есть один, который предусмотреть труднее всего – погода. Дефицит снега сказался на подготовке некоторых наших сборных. Например, биатлонистам пришлось отменять тренировочный сбор в Эстонии. В итоге мужская часть команды готовилась в австрийском Хохфильцине, а женская – в чешском Новоместо. Главное, чтобы был снег. Но опять же дело в тонкостях. Например, в Чехии все время во время тренировок была очень теплая и сырая погода. С такой погодой, когда туманы и плюсовая температура, мы всегда боимся, чтобы, не дай Боже, кто-то не заболел. А у биатлонистов, которые решили готовиться в Австрии, все дело в высоте над уровнем моря. Приходится тренироваться в условиях высокогоря. А это значит, нагрузка на организм больше. И непонятно, как это аукнется на Олимпиаде. Здесь разница только по высоте. И хорошо мы выбрали или не хорошо, это покажут только результаты на Олимпийских играх. Поэтому сейчас об этом говорить рано. Но тут условия хорошие. То есть снег есть. Народу немного стреляешь спокойно. То есть все условия для тренировок здесь есть. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Готовиться в Украине наши спортсмены не могут. Нет инфраструктуры. И со снегом еще неделю назад была проблема. Поломать голову над выбором места подготовки пришлось и лыжникам. В итоге снег нашелся в Вологодской области России. Эта база была выбрана практически наугад. Никогда там не тренировались. Приехали, посмотрели. Погода отличная, условия подготовка трасс. Все. Рельеф трасс такой, что он позволяет моделировать, планировать сочинские трассы в любом. С запасом прочности. А так сейчас выглядит Сочи. Снега нет и в помине. Они прогнозируют, что во время Олимпиады температура будет до 10 градусов тепла. Не зря эти игры называют самыми жаркими в истории. Впрочем, в местах проведения соревнований снег есть. О дефиците снега, как он говорит, можно на среднем уровне только. И не на трассах. То есть трасса уже в целом-то готова. Снег плотный. И он не поддается так таянию, как в естественной среде. Запасной снег в Сочи заготовили еще с прошлой зимы. Осадки буквально консервировали в огромных количествах. Чтобы на трассах во время соревнований снега было впрок, следят сразу 500 человек. Андрей Чернышков, Сергей Ведмить. Подробности. Телеканал Интер. Телеканал Интер будет вести прямую трансляцию церемонии открытия 22 зимних Олимпийских игр. 7 февраля в 18.00. Не пропустите старт Олимпиады в российском Сочи.